Вставай Ну, с какой ты там песней хотел получать наш эфир? Не знаю. А солнце светит всем одинаково. Кстати, как оно тебе светит? Оно обалденное сегодня, друзья. Доброе утро, наш Казахстан. Что, что солнца нет сегодня? Доброе утро, миллионы. Знаешь, неважно, какая погода за окном. Нет, только давай сейчас не нужно говорить, что солнце в душе у меня. Да, 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 понимаешь, солнце в душе должно быть. Как же у тебя светить и излучать позитив? Объяви нашу тему сегодняшнюю. Сегодня будем говорить с тобой о машинах, о пробках. Все-таки ты о наболевшем? Да, все-таки я о наболевшем, потому что скоро мне предстоит это все дело. Скажи, мы когда-нибудь поедем в пробках с тобой? Постоим-то, а чего я не поеду? Мы постоим, да, наверное, постоим все-таки в пробках. И сегодня, если вдруг нам будет выдаться такая возможность постоять, мы сегодня решим с тобой, что же делать нам и чем заняться вообще в этих ненавистных пробках. Тем более у нас в мегаполисе они не такие уж и... Коленку мою тереть не надо, Женя. У нас все-таки утреннее шоу. Нас дети смотрят на самом деле. Ты будешь моим джинном, который исполняет все эти желания. Хорошо. Доброе утро, друзья. Просыпайтесь вместе с нами. Это утреннее шоу «Бузильники». Серж Позитив. Женя Таранова приветствует абсолютно всех и каждого. И, конечно же, уже по доброй традиции мы начинаем свой эфир с хорошей музыки. Доброе утро, Казахстан. Мы уже за кадром взбодрились, потанцевали под самый лучший видеоклип на самом лучшем музыкальном. А Женька сейчас представит нашего гостя. Ну, действительно, утро у нас очень музыкально, потому что сегодня у нас в гостях замечательный артист. Неполная группа «Домино» сегодня у нас в гостях. Солисты, режиссер, директор, продюсер. Все, что вы видите, вот в этом в одном человеке и складывается. Доброе утро тебе, Заких. Доброе утро всем. Как твое утро сегодня началось? Ну, как всегда. Воскресенье. А как всегда? Просто как всегда. А как оно бывает? Ну, во-первых, конечно, я встаю, делаю зарядку. Ага. Делаю зарядку, прямо так встаю. Да, обливание, растирание. Ну, а если поточнее, что ж ты все-таки утром встаешь? Я не люблю спать, не люблю спать до поздна. Хотя шоу-бизнеса все любят спать до поздна. Ну, не любят, может быть, ночью работать и так далее. Я как бы, хотя ночью тоже работаем, но все же я люблю утром встать. Есть свои дела, тренировки и так далее. С утра любят. Ну, вот проснулся Закир, да, открыл один глаз, открыл, продрал прям второй глаз. Что ты в первую очередь делал? Ну, конечно же, во-первых, да, да, да. Берешь айфон, блин, это капец вообще. Зависим, да, все-таки? Зависимость жесткая, зависимость. В ВКонтакте сидишь? В ВКонтакте, да. Переписываешься. Отвечаешь всем? Ну, кто-нибудь скажет, привет, Закир, как дела? Стараюсь отвечать. Да, конечно, я видела, он выкладывал фотографии в Инстаграм, сколько у него непрочитанных сообщений. Не, ну, стараюсь как бы. Стараюсь, да? Всем не ответишь, да. А что в основном пишут? Привет, как дела? Привет, как дела, у вас хорошие песни, там, кто-то пишет, конечно, и плохое, там, и так далее, да нет, я на таких не реагирую, я думаю, что, нет, девушки, конечно, не пишут такое никогда, нет, пишут иногда, когда не отвечаешь, о, звезда, что ли, да, беспонтовый ты, там, туда-сюда, вот такую тему. Можете такие слова говорить? Да, у вас можно такие слова говорить? Да, у нас можно все. Так, хорошо, вот провести. И стал ты дальше. Блин, когда, как, ну, я люблю гренки. Гренки? Да, я люблю маленькие гренки. А вы там говорили, там, овсянка, салатик с утра. Понимаешь, нет, какой там? Какой там пельмени, гренки, да, и пошел, поехал. Вот гренки, гренки я люблю с утра, постоянно. А пьешь кофе или чай? А, сейчас чай пью, потому что кофе я взял какой-то, мне не понравился. То есть ты не варишь кофе, да? Теперь не могу его допить. Ты не варишь. Нет. На самом деле, это такие Red Bull пьет. Да, Red Bull у нас заплатили. Он напрягает, понимаете? Он просто просыпается в нашей программе. Ну что, предлагаем тебе не только под Red Bull проснуться, но еще и под наш клип на лучшем музыкальном, потому что прямо сейчас мы тебе с удовольствием его и дарим. Женька, доброе утро тебе. Может, ты расскажешь тему нашу сегодняшнюю? Закир, ты смотри на нас, а ты в ковер. Да, да. Мы здесь. Мы здесь. Он смотрит там, мы на него здесь. У нас здесь просто монитор, телевизор смотрит. Ты живой, да? Все нормально, все хорошо, просыпайся. Закир, тема сегодня очень проста. Да, я знаю, что у тебя есть машина, да? И наверняка ты попадаешь в пробки иногда, да? И стоишь, и вот... А что ты? Я не знаю. Помнишь на премию? Холодно было, я сказал. Ты ковер, я снова это слышу. Снова это слово. Кстати, слово паразит у Закир, это капец. Да, он нам сейчас признался за кадром. Какой у тебя автомобиль? Автомобиль? Большой или маленький? Тойота, Тойота? Ну, это мы потом узнаем. Тойота, управляй мечтой, да? Вот, все, ты попал в пробку, да, вот вечернюю, в час пик. Чем ты занимаешься? Постоянно в айфоне. Только в айфоне? Постоянно в телефоне? Да, в телефоне. Ну, а бывали такие моменты, когда тебя это выводило, прям начинало на кого-то орать, кто-то тебе подрезал или еще что-то? Нет, ну, постоянно у нас же такое движение, что друг друга подрезать. Ну, стараюсь как бы относиться к этому проще. Ну, а ты вообще матом излагаешься, когда... Да. ...за жалевости накидываешь? Еще каким, да? А вот ты замечала, что люди делают в пробках? Вот я иногда вижу, что водители ковыряются в носу. Вот, да, Женька? Да, я тоже хотела это сказать. Это вот реально, и ты смотришь, вот прям в упор смотришь на него, и он прям с таким остервенением это ковыряет там, я не знаю. Да, да, да. Вот так, засовывай, да? Я не знаю, вклад там ищет, буквально. Кстати, я вот в интернет залез и посмотрел, чем люди занимаются в пробках вообще. Вот девушка особенно пишет. Пилю ногти, обрабатываю кутикулы масляным карандашом, полирую, разговариваю по телефону, слушаю радио, пою. Я... Это ладно. Я что-то не знал даже. Я однажды видела в пробке, в общем, остановился в автомобиль, и девушка вот так вот на панель ставит ногу и начинает красить на ногах ногти, понимаете? То есть это нормально, это все хорошо у нее там. Я думаю, ну вот, хоть хорошее дело. А у тебя ничего такого нету, кроме айфона? Может быть, ты учишь язык там какой-нибудь, кто-то со словариками ездит, да, и там пробка выдалась, опа, 10 слов выучил. А, нет, ну, на самом деле машина как бы, я всегда в машине думать люблю, когда едешь. Особенно один не люблю, когда с детьми есть. С кем-то едешь. По-любой не подумаешь. Я ставлю какую-то песню, допустим, и придумываю клип. Или даже другую песню какую-то слушаю, и думаю, вот здесь можно такой клип снять, здесь можно так. Или слушаю песню какую-то, думаю, вот, а почему она хитанула? Вот здесь так поется, здесь так поется, надо, значит, такую песню записать. Ну, то есть анализирую. Значит, ты всегда в работе. Да, как бы. А вот свои песни слушаешь? Свои песни я вообще не слушаю, слушаю только когда репетируем, поем или клипы снимаем, так как просто так, чтобы ехать и слушать, но нет, сейчас слушаю, да, песня, у нас есть «Новая феерия», мне она нравится, вот я ее постоянно, когда нет настроения, ее слушаю. Ну, я еще думаю о клипе, поэтому что. Но она уже вышла? Она есть в интернете, но клип я буду снимать после А, я вот еще не слушал, надо послушать. Закир, а у тебя в машине радио играет или там флешка с песнями, с подборкой музыки? Нет, ну, в основном флешка, конечно, но радио тоже, когда надоедает, уже. Радио какое любишь слушать? Я слушаю русское радио больше. Русское радио, потом... Говори Европу. Нет. Нет. Нет, ну, честно говорю, мне все, как бы, радио все хороши, да, или хорошие, как там. Хороши. Хороши. Вот, я хотел спросить, все-таки, ты считаешь или не считаешь, что девушка должна водить машину? Опачки. Нет, я вообще раньше... Против? Против? Сейчас на меня весь женский пол, да. Ну, вообще-то вот это, что я сказала. Женщинам не разрешали ни водить, ни быть врачами и так далее. Вот я за это. А, чтобы женщины сидели дома. Смеха... Я за это почему? Нет, постоянно подрезают, тупят за рулем. Реально, пока женщины не научились пока ездить. Поняла. Единственное то, что они, может, спокойнее ездят, там, не гоняют, потому что они не имеют этого делать. Вот. Ну и вообще женщина спокойнее сама понатуре. Пока я тебе сказать об этом не могу, потому что в понедельник нужно сдавать третий раз экзамены ПДД. А может, расскажем, как первый сдавал, Аженька? Не рассказывай. Причем первый экзамен ПДД, это было как раз сразу после нашей новой презентации нового сезона. Ясно, какая она была. Нового сезона. И я пошла вообще на этот автодром, и когда мне говорят, там, иди сдавай, я с ним пью эту водичку, да, и думаю, нет, только не сегодня. В общем, третий раз мне предстоит, ну, я его сдал. А ты с первого раза сдал? Ты вообще сдавал или купил? Он купил их. Да нет, я, если честно, ездил где-то уже в 13 лет. Ого. Бесправ. Бесправ ездил. Так. Я не помню, со скольки лет, у меня даже был свой вазик, я даже таксовал. Ничего себе. Ну, как таксовал, я товар перевозил, да, я много в виде работы. Круто. Но об этом мы узнаем, мне кажется, после клипа. Сразу же. С наканем природы вставай, вставай. Ну что, друзья, мы продолжаем это утреннее шоу Будильники. Серж Позитив, Женя Таранова и, конечно же, Закир сегодня вместе с нами. Доброе-доброе утро тебе. Ты уже проснулся немножко? Проснулся. Точнее, ты знаешь, чем занимаются остальные участники группы? Да. Чем? Они тебе, то есть... Они спят, наверное. А, сейчас? Они просыпаются и сразу на WhatsApp. Так, можно я в магазин там? Нет, на самом деле, они спят. Они спят. А вы, смотри, вы встречаетесь, ну, когда... Помимо? Да, помимо дел каких-то, вот просто посидел. Или вы так друг другу надоели, что немножко отдыхаете. Да. Отдыхаете друг от друга. Нет, на самом деле, мы часто гасталируем к радости, да. Поэтому мы в жизни и редко, но встречаемся, да. Ну, с Ахметом вот, а мы там куда-то в клуб. Почаще. Да. А ты клубный человек? Да. Нет, я совсем вообще не клубный. Очень редко, да? Очень редко хожу. Угу. А скажи, пожалуйста, ты как, кстати, новогодние-то праздники уже заказывают? Да, уже... Уже крестики на календаре, да? Уже с 25-го по 31-й уже все, мы заняты. Все уже заняты. Мы, кстати, будем выступать, знаешь, с тем? Вы очень популярны. Группа дэмо. Как вот это? Серьезно? Как это зовут? Я не знаю, как у них... У Санжи все, она живет сейчас. Саша, Саша, что-то Саша. Да, да, да. Это вот «Солнышко» песни. Да, да, да. Вот «Солнышко в руках». Да, с ней. И Ирина, которая в «Брате» снималась. Брат, 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 фильм «Брат». Я не знаю, Ирина, если честно. Ирина, вот это типа была же, ну, что-то зайчик мой. Олегрова. Ирина, Ирина Салтыкова. О, круто, слушайте, ну вы прям популярны. С ретро, с ретро артистами будем выступать. Скажи, пожалуйста, а в чем залог успеха? Вот как ты думаешь, вот, ну, мы часто здесь говорим о том, что вот люди, которые хотят начать, да, вот прям вот талантливые, все, вот в чем залог успеха? Нужно много... Чтобы пробиться именно в шоу-бизнесе? Да. Хорошие песни нужны. Самая главная песня. Я знаю много, ну, я, то есть, именно это мое мнение. Именно мое мнение, это, ну, без таланта не будет грамотной песни, без таланта, это во-первых, конечно. Но смотрите так, если, у меня много есть таких друзей, которые очень хорошо поют, вообще шикарно поют и так далее, и они, то есть, никому не нужны, не известны. Меня со мной это бесит почему-то. А есть такие люди, которые... Не поют, да? Ну, нет, поют средне, там, нормально, и у них песня хитовая, все, звезды. Ну, это вот... Все-таки артисты делают хит. Правда. Не ковыряемся. А, ну, еще раз говорю, чтобы был хит, ну, нужно даже хоть, чтобы человек хорошо пел. Извините, я еще не проснулся. Это нормально. Так, ну, а все-таки вот, когда ты планируешь, когда не стать продюсером, все-таки ты уже сколько лет на сцене? Уже 10? Ну, вот сейчас на группе Даймину тренируюсь я. Что-то уже продюсер. Нет. Он оттачивает свое мастерство сейчас и все. Ты сейчас оттачиваешь просто мастерство и, может быть, когда-нибудь ты станешь таким известным, таким как друг, например. Ну, я сейчас, видишь, как бы продюсировать начал, смотрю, вроде получается, потому что я как по-своему сам смотрю, как было, что было, пока получается. На своих ошибках. Все узнаю, да. Потом я сейчас... Вот «Лови дыхание» как бы клип сам как режиссер тоже подошел. Слушай, мне кажется, вы «Лови дыхание» будете еще лет 100 перефразировали на фразу. Все, клип, новый клип. Нет, нет. Клипа же не было. Я не хотел на эту песню, да, клипа не было. Я, в принципе, не хотел снимать на нее. Но нас всегда просили, этой песне лет 6. Да, и она всегда... И всегда просили, просили клип, мы, ну, как-то не снимали. Ну, тогда был Марлен продюсер, я даже не знаю, почему, просто он не снимал, не знаю, почему. А вот как я стал продюсировать, и меня снова, вот-вот, давайте, давайте, тут один кон, как раз я у вас на музоне сидел, и вот Дана как бы, Дмитрий Шок, все, типа, вот, а где клип на «Лови дыхание»? Они думали, есть. Я говорю, нет клипа. Они, вот, как, так, давай, и уговорили меня снять клип. Ты снял его сейчас. Сейчас ремонтируется? Да, сейчас ремонтируется. А я хотел спросить, а тебе надоела песня «Аймэй»? Ну, конечно, когда постоянно поешь ее, мы ее не слушаем в жизни. Еле 9, наверное. Боже мой, представляешь, и она до сих пор популярна. Мне было 11 лет, когда она вышла. Она до сих пор популярна, и до сих пор ее хотят, да, и заказывают. Ну, что ж, может быть, мы когда-нибудь увидим не «Хочу к Меладзе», а «Хочу к Закиру», да? А пока что мы увидим клип на лучшем музыкальном, друзья. Просыпаетесь этим утром вместе с нами. Женька у нас опять чешет волосы. Я просто хочу, чтобы побольше людей увидело в том, в чем мы сегодня с тобой одеты. Но об этом позже. Поэтому мы говорим, да, с тобой. Закир, вот кто тебя одевает? Или точнее, вот одевает ли кто-нибудь группу «Домино»? Нет, мы сами. Мы сами. Но ты любишь такой классический стиль? Нет, я вообще люблю кэжл больше. А группу «Домино» можно увидеть на «Зеленом базаре»? На «Зеленом базаре», да? Да? Почему нет? Я там яблоки покупаю, да. Нет, а где ты вещи покупаешь? Вещи, ну, можно рекламу делать, что ли? Ну, скажи, да, где-то. Ну, я в «Заре», вот это в «Заре», допустим. Это тоже в «Заре», это в «Променаде». Нет, а мы там думали, я не знаю. Ну, в «Адеме», в «Адеме», да. В «Адеме» тоже одеваешься. То есть, понимаешь, видишь. А чем я хуже? Чем я хуже, а на барахолке? На барахолке тоже, кстати, можно хорошо одеться. На барахолке там… Все-таки далеко ехать в «Промках» стоять, да? Нет-нет, я же рядом живу там. А-а-а, тогда нормально. Я там постоянно… Нет, сейчас больше, вот, ну, «Адем», как бы, и ну, «Зара». А скажи, ты счастлив, потому что ее разбирают? Конечно, блин, там пробки постоянно. На Новый год вообще не выйдешь оттуда. Да? Вообще. Нереально. Сейчас, а то там очень хорошо сейчас стало. Просторно там, дороги там где. Ясно, доброе утро. Не буду говорить это слово. Потому что я еще не проснулась, я хотела сказать цивилизованно, а у меня не получилось, понимаешь, ну, ладно. Скажи, у тебя бывали когда-нибудь случаи, что тебя гаишники останавливали и узнавали? Да, часто. Пользовался же положением. Что делали, отпускали тебя? Часто узнают, но иногда половина наоборот злятся, типа, «Это что, звезда, что ли? Давай быстро, типа, оформляем». Наоборот, типа, «Ты что, звезда, тебе все можно?» Они наоборот, как бы, наоборот, могут злиться. А половина, конечно же, отпускает, но если такое нарушение, милкое, недавно вот меня остановили, у меня лоб тонированный был, я ездил где-то, ну, год я ездил, никто даже не тормозил. Ну, может, не зловишь, но. И меня остановил чувак один, я не успел даже выйти, он такой, что, лоб тонированный? Я говорю, да нет, просто грязный туда-сюда. Он раз мне сразу шик содрал. Я говорю, ты что делаешь, короче, вышел, подожди, типа, поговорим, я сейчас уберу. Ну, у меня такой антиблик, как бы, чтобы солнце там не было, и так далее, типа, и этот, я вышел, он такой, все, оформляем, меня увидел, такой, а ты же пьешь, да, меня, я говорю, что не сказал, типа. А он уже содрал. Да, я говорю, ладно, уже все поздно. Закир должен ехать, такой, лови дыхание мое, и все, дальше едет. Ну, вот так вот бывало все-таки, ты пользовал, да, своей популярностью? Ну, да, часто узнают. Просыпайся, ну, да, часто. Не всегда это помогает, сразу говорю, не всегда, иногда даже наоборот. Ну, скажи, а поклонницы тебя одолевают? В интернете? В интернете только? А есть какие-нибудь безумные поклонницы, которые тебя караулят там, в дверью пишут? Да нет, да у нас нет таких, наверное. Нет таких? Ну, у меня нет, точно. Ну, а дарили тебе какие-нибудь подарки необычные? Нет, ну, на концертах всякие дарят, там, обычные, там, игрушечки. Открыточки, наверное, игрушечки. Да. А ты все в дом, все в дом, да? А потом на барахолке, это лавка, игрушки от Закира. Скажи, когда вы летаете по гастролям или ездите, тебе больше нравится летать, или все-таки на машине, или поезде? Ну, летать, потому что это быстро. И комфортнее, наверное. Да, но страшно, конечно. Страшно? А в поезде, мне кажется, веселей. Да я поезд вообще никогда не любил, не знаю. Да? Нет, как тоска какая-то. Сразу мысли такие, этот стук колес и все. И нах... Есть у нас специальная вещь, которую мы делаем с каждым гостем, это называется соцопрос, где ты должен отвечать на один из поставленных вопросов, на два, точнее, варианты выбирать один, не задумываясь. Единственное, не задумываться, понимаешь? Нужно сразу, мы тебе задаем вопрос, и ты сразу на него отвечаешь. Жень, поговори, сейчас я найду. Подожди, он мне задает вопрос, я сразу же, не думая, отвечаю. Мы задаем вопрос тебе, там будет два варианта, ты выбираешь... Он говорит, допустим, ты любишь такой мяч или такой мяч, я раз сразу говорю. Да, допустим, ты черный или белый, медведь, ну вот, вот такое, понимаешь? Надо резко ответить, это типа прикольно. И ты должен быстро ответить, не задумываясь, чтобы все это было так. Договорила ты все. Я договорила все-таки, наконец-таки. Сережа, Сережа, Сережа дошел. Готов? Не думаю. Не думая. Сбодрись, взбодрись. Сейчас, сейчас, давай. Ты готов? Утро, ночь? Ночь. Я говорю, не думая. Вот знаешь, ты нон-стопа потом, ночь, на, 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 на. А сразу же? Сразу же. Я и так не думал. Я и так не думаю, да? Я не только-то думаю. Утро, ночь? Ночь. Баран, собака? Баран. Голубо-розовый? Розовый. Маленький, большой? Большой. Толстый, тонкий? Толстый. Добро, зло? Зло. Леонтьев, зверев? Зверев. Музон это? Че? А че? Радио ТВ? ТВ. Дельнас Хмадивен, Хвал Собекова? Дельнас. Молодец. Ну там я не успел прям просто. Видишь, знаешь, как второй вопрос, он запоминается, и раз, второй за тобой просто повторяешь. Так, ну-ка, подожди. Баран, собака. Баран, почему баран? Баран, собака. Потому что ты громче сказала. А почему Диля? Ну, Дельнас, я с ней гружу больше. Так, добро, зло, зло ответил. Ты злой человек все-таки? Я? Нет, но... Нет, но я так ответил, да? Я реалист. Мир это зло. Да. Музон это че? Спасибо, что... Спасибо, что вот так вот отвечаешь. Но я думаю, прямо сейчас мы немножечко взбодримся, все-таки попытаемся разбудить Закиры еще. Хорошо, потому что прямо сейчас посмотрим клип на лучшем музыкальном. Друзья, это утренняя шоу «Будильники», Серж Позитив, Женя Таранова и, конечно же, наш гость Закир. Ну вот, как Женька сказала, до клипа мы посмотрим замечательный клип. Ты довольна выбором? Я очень довольна. Закир, скажи, пожалуйста, приятного тебе питья, скажи, каких ты казахстанских артистов любишь слушать? Потому что он не проглатывает, он только выпил и задаешь ему вопрос. Новенький? Да. Ты посмотрел и сказал, да, в нем что-то есть, талант. Да, мне нравится «Кофеин» группа. О! У них песня такая прикольная. Ты мой «Кофеин», да? Да. Крутая песня. Вот мне нравится, кого еще слушаю из новых, что-то не припомниваю. Я знаю. А как тебе песня Дильна Сахмадива и Макпалы Сабековой? Ну, прикольная так. Ты ее слышал? Я ее слушал два раза, да. Два раза? Два раза, и ты на нашем канале, да? Когда клип будешь снимать вот на песню «Феерия»? «Феерия»? Я думаю, весной, когда будет настроение, сексуальное настроение, все такие девушки раздеваются, клип я там просто буду такой... Мачо-мен! Короче, качаться, подсушусь, пресс и так далее. К весне. Будем, из чего вас всех приглашу, там будет очень хорошо. Ну, массовки, например. Там будет нормальный клип, как бы я накоплю деньги. Ну, а смотри, а такого не будет, что вы снимите этот клип через 6 лет? Вот как с «Лови дыханье» и «Феерия» просто. Отошли когда-то. Нет, тогда я же вам объяснял, почему. Я сейчас сам занимаюсь, я уже сам планирую. А. Нет, ну, может быть, я перед... Если сейчас «Феерия» как бы мне нравятся песни, я планирую. Может быть, если какая-нибудь песня еще будет, может, лучше, может быть, даже я передумаю. А кто вам песни пишет? Песни, вот последние две песни я заказал у Файза, ташкентский, есть один композитор. Это вот «Май Лав», да? Да, «Май Лав» и «Феерия». «Лови дыхань» написал, тоже ташкентский человек, он сейчас в Москве, Серж. Его тоже Серж зовут. Он непозитивный. Ой, за впадение. Непозитивный. Серж негативный, а здесь позитивный. Серж и Алиш, короче, тоже с Ташкента. А так, Даурен Байназаров написал часто. А «Май» кто написал? Даурен Байназаров, Даурен Байназаров, да. Все-таки больше он вам не пишет? Нет, вот для тебя он написал последнюю песню, для тебя. А сколько у вас вообще песен в арсенале? Где-то песен 40. Песен 40 есть, да? О, ничего себе. То есть концерт дать можете? А когда альбом будет? Альбом у нас один есть, второй альбом сейчас я буду собирать. Но у нас песен 40, видите, мы какие-то песни про то и писали, потом там… Специально для этих вещей, да? Есть «Холидэй» песня, там тоже такая чуть немного рекламная. Ну, то есть, а так прям, которые я хочу песни в альбом, вот она шалавочка вот такие как бы. Пока есть где-то 10 песен новых, которых я хочу в альбоме. Еще пару песен, не пару, где-то еще 5 песен и альбом. А как ты считаешь, вообще альбом важен для артиста или все-таки это важно? Вообще раньше… Или это трата денег просто? Нет, раньше делали, да, чтобы продать диски, заработать и так далее. Сейчас все в интернете, сейчас он не нужен, в принципе, этот альбом. Но именно для галочки… Для галочки, что у меня есть альбом… Ну да, мы артисты, как бы, у нас тоже есть свои правила. Альбом должен быть у нормального артиста, по любой, и ты уже не можешь говорить, вот, зачем альбом, он не покупается и так далее. Нет, он должен для галочки быть альбом. Вот, а сейчас вы спросили, я такой, два альбома уже, видите… Ну да, а ты никак не борешься с тем, что песни выливаются в интернет, за них не платят, или лучше вот на iTunes заказать? А на iTunes нету? За песни получает композитор деньги, я за них не получаю, я получаю, как смежник, когда выступаю где-то на каком-то канале и так далее, мне платят за это, а композитор уже вот за скачивание за это… То есть, да, и композитор даже за скачивание и то получает деньги, но лучше, конечно же, когда альбом, то есть, для продюсера лучше, чтобы не скачивали, чтобы продавался альбом, но с этим я не смогу бороться, по-любому скачают. Это в любом случае. Я уже даже об этом не думаю, уже смелился. Мир цифровых технологий, все можно найти в интернете, ну что ж, что? Я хочу спросить, да, последний вопрос, а вот, когда вам кто-то песню написал, да, вы всей командой приходите, выбираете ее, или вот ты только там? Нет, я сам заказываю, смотрю и так далее, когда я вижу… Если тебе понравится, то все ее будут петь? Да, ну я ребятам показываю, но, как правило, им тоже нравится. Ты конфетку выбираешь всегда, да? Как правило, чутье уши на эти песни, понимаешь? Да, да, видишь, это очень сложно, вот даже та же песня «Аймай», когда Марлен нам ее принес, мы ее не хотели петь. Серьезно? Да, я люблю, я тебя люблю, я к тебе приду, так и знай. Я говорю, я сам такую напишу, что за песня? Я люблю, я люблю, что за… Ну, типа простая песня, мы думали, надо что-то навороченное там удивлять, а Марлен говорит, нет, вот надо. Даже композитор, который написал ее, он отдал эту песню там, где-то… Ну, допустим, песня стоит если трешка, он отдал ее где-то за 500 долларов или за 300. То есть вообще бесплатно отдал эту песню, он сам даже не знал, что это хит, понимаете? Мы даже не знали, а вот Марлен почуял, мы ее спели, и она нам принесла как бы… Первые гонорары хорошие, да? Славу именно вот эта песня нам принесла. Ну вот так вот, понимаете, не знаешь, где стрельнет хит. Вот, допустим, та же «Опа Гам Дам Стайл» песня, если бы сейчас вы мне ее принесли, и там «Оп-оп», я бы сказал, фуф, мне давай другую какую-нибудь. А она… А она качнула, да еще и на весь мир, друзья. Ну что ж, Закир, спасибо тебе большое, что ты сегодня этим утром был с нами, что ты проснулся, вот эта твоя камера, ты можешь обратиться сейчас ко всем, да, и пожелать доброе утро. Желаю всем доброго утра, будьте все добрые, за рулем друг друга не подрезайте, у нас тема такая сегодня была. Вот, как бы, всем здоровья, удачи, слушайте группу «Донина». И матом не ругайтесь. Да, да, да. И хиты выпускайте с альбомами для галочки, да? Ну что ж, буквально через клип мы, Сережка, вернемся в эту студию для того, чтобы подвести итоги уже. Все-таки расскажем, чем же вы занимались, если вы были за рулем и в пробках. Ну вот, Жень, сегодня мы обсудили, чем занимаются в пробках люди. В пробках. Закир слушает песни, думает о жизни. Ты бы чем занималась? Ну ясно, что красила ногти. Я бы, знаешь, красила ногти, губы красила бы, читала бы что-нибудь, в интернете вылазила. Ну, может быть, пела, да. Нет, мне кажется, все-таки не читать, а аудиокниги слушать. Ну, может быть. А ты бы чем занялся? Я бы думал о жизни, как Закир. Ой, я тебя умоляю, ты бы тоже красил ногти. Нет, я бы, знаешь, бесцветным лаком, да? Я бы на самом деле смотрел по сторонам. Но еще на одно я хочу обратить внимание. Сегодня ты прекрасно выглядишь, сегодня ты такой яркий, какой-то весь позитивный. Свеча. А все это благодаря чему? Благодаря тебе, потому что ты мне принесла его. Откуда взяла, скажи. Друзья мои, вот эти замечательные свильшоты, которые вы видите на нас, можно приобрести в нашем же магазине. Кстати, с чем я тебя и поздравляю, наконец-таки мы открыли наш бутик, наш интернет-магазин. Заходите, мы в инстаграм, точнее, шоп нижнее подчеркивание, room. Тарановый ансеш позитив. Ждут вас там одежда только для модных, стильных. И, конечно, сейчас убили за пиар. Тех, кто должен быть в тренде. Вот так вот, друзья, мы заканчиваем нашу программу. Я желаю, чтобы весь день у вас было солнышко в душе, даже несмотря на то, что его нет на улице. Зарешайтесь, вливайтесь и оставайтесь с нами. Пока. Восторг К里м Профессор Восторг К里м Редактор субтитров А.Семкин